Сегодня мы хотели бы показать вам места, в которые редко заглянет среднестатистический турист. Это приграничная зона между Таджикистаном и Афганистаном, границей для которых служит мощная река Пянч. Исторически сложилось так, что эта река разделяет здесь два государства и можно сказать два различных мира. Таджикистан независимая, стабильная постсоветская республика. Афганистан изнуренная войнами страна, которая входит в категорию беднейших и опаснейших государств в мире. Не будем вдаваться в политику, а лучше насладимся приятным горным пейзажем. Для начала хотелось бы сказать пару слов о реке Пянч. Пянч переводится с таджикского языка как число 5. Эта река формируется при слиянии рек Памир и Вахандарья. При слиянии Пянча с рекой Вахш образуется одна из самых длинных и полноводных рек Центральной Азии Амударья. Высота истока Пянча находится на высоте 2817 метров над уровнем моря. Река протекает между Таджикистаном на правом берегу и Афганистаном налево. Длина Пянча 921 километров, а площадь бассейна 114 тысяч квадратных километров. Средний расход воды составляет 1000 кубических метров в секунду. Вода из реки используется в основном для орошения в обоих странах. По длине Пянча пролегает автодорога Душанбе-Хорок. Согласно некоторым теориям, название реки 5 указывает на символ исмаилизма – Пятерню. Исламское направление исмаилизм исповедуется помирцами Издревле. Хорок является административным центром Горно-Бадахшанской автономной области. Этот город располагается в юго-западной части области и на западе граничит с Афганистаном. От Хорока до Душанбе – 525 километров. Хорок – туристический центр Памира. Здесь начинаются многие туристические маршруты. Туристы со всего мира ежегодно ездят сюда, чтобы увидеть уникальную природу – горы, покрытые вечным снегом, озеро Сарес и другие красоты Памира. Город расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря. Он является одними из самых высоких городов на пространстве бывшего СССР и самым высоким городом Таджикистана. Климат в Хороке семиаридный. В течение года здесь выпадает небольшое количество осадков. Среднегодичная температура воздуха здесь – 9,3 градусов Цельсия. Хорок – важный областной центр торговли, транспорта и образования. В городе есть такие образовательные учреждения, как Хорокский государственный университет, филиал Международного университета Центральной Азии и лицей фонда Агахана. Через Хорок проходит стратегически важный Памирский тракт, соединяющий его с Душанбе и Киргизским Ошен. Здесь имеется дорога, соединяющая город с Китаем через перевал Кулма-Каракорум. Она обеспечивает основной поток импорта в город. Фонд Агахана построил здесь 5 мостов на реках Пянч, Ишкашим, Шугнан, Ванч и Дарвас. Население Хорока составляет более 30 тысяч человек. Памирские языки, на которых говорит местное население, относятся к юго-восточным группам иранской ветви – индоевропейской языковой семьи. Есть различия от таджикского языка, так как он относится к юго-западной группе иранских языков. Кстати, на восточной окраине города находится Памирский ботанический сад. Он является самым высокогорным на территории СНГ, на высоте 2320 метров над уровнем моря, и вторым в мире после непальского. На территории ботанического сада можно увидеть более 4 тысяч видов растений со всех уголков мира. Калай-Хумб – это центр Дарвасского района Горно-Бадахшанской автономной области. Название переводится как «крепость на реке Хумб». Это село расположено на высоте 1200 метров над уровнем моря, находится в 368 км от Душамбе и граничит с Афганистаном. От Хорога до Калай-Хумба – 235 км. население составляет более 2500 человек. По историческим данным, Калай-Хумб был основан в XV веке как крепость, был столицей независимого шахства Дарвас до 1878 года. Это был форпост на границе Памира, где охранялся восточный рубеж империи тимуридов. Путь от Хорога до Калай-Хумба проходит вдоль реки Пянч по глубокому ущелью. Дорога очень плохая, ее можно преодолеть только на джипах. В некоторых местах дорога очень узкая, где облом на протяжении долгого времени невозможен. Часто приходится ждать, пока проедет встречный транспорт и освободит путь. Но несмотря на все трудности пути, этот ландшафт с высокими горами и мощным потоком реки Пянч очень впечатляет. Отсюда можно наблюдать быт афганцев на другом берегу реки и хочется пожелать всем нам мирного неба над головой.